При похожих обстоятельствах в Петропавловске осталась без жилья семья из пяти человек. Два года они прожили в купленной трёхкомнатной квартире. А потом оказалось, что квартиру им продали мошенники. Суд вернул жильё предыдущим владельцам. А вчерашние новосёлы остались без жилья, без прописки и с долгом по ипотеке. А вот скажите мне, по какому закону я купил квартиру? По закону, по государственному закону, да? Купил. Честно я её купил? Честно. Почему вы меня забрали тогда? У Станислава Губарькова жена, две дочери и внуки. Для них он и продал свою однокомнатную квартиру и взял ипотечный кредит на трёхкомнатную. Новоселье справили три года назад, а через несколько месяцев оказалось, что квартиру за год перепродали минимум четыре раза. И за неё судятся сразу несколько владельцев. Выселили в итоге последних жильцов. Теперь всё семейство снимает жильё на последние деньги. В банк платить нечем. Почему она не была под арестом? Почему в банке мне дали деньги, когда суд шёл? Суд идёт, банк не знает. Мне дают деньги в банке. Правильно? Реут они пробивают, квартира чистая. Значит, как понять-то? Скажите, пожалуйста. Страховая компания в этой ситуации не помогла. С предыдущего третьего покупателя квартиры взять судоисполнителям нечего. Кстати, оказалось, что покупатели под номерами 1 и 3 гражданский муж с женой. Но углубляться в эти странности продаж никто не стал. В спорную квартиру в конце концов ехали наследники самого первого обманутого владельца. И уже готовят её к новой продаже. Продолжение следует...